Хей ребятки, доброго временюток, с вами как всегда Арталаски и это уже четвертая часть по созданию платформера на Корги Энджин и собственно на Юнити. А сегодня я обещал вам показать как сделать милишную атаку рукопашную. В прошлом видео мы научили нашего розового друга бросаться камнями и делать больно всяким другим персонажам. Сегодня мы будем делать больно по-другому. Кстати ребятки, на Ассид Стори стартовала мощная летняя распродажа. Будет она идти примерно 6 недель и каждую неделю здесь будут тематические скидочки. Конкретно знать какие именно ассиды будут по скидке пока что не представляется возможным, но по крайней мере понятно что будут за категории. Поэтому если вы искали момент чтобы приобрести себе ассиды или тот же Корги Энджин со скидкой, то обязательно воспользуйтесь этим шансом. Сейчас правда Корги без скидочки, но есть со скидочкой топдаун Энджин. По нему тоже будут обязательно уроки сразу после Корги, но я думаю что чуть позже, на второй, третьей или возможно позже неделю Корги тоже будет со скидочкой. А если не знаете что именно купить на Ассид Стори, чтобы сэкономить денежку и купить что-нибудь очень полезное, обязательно гляньте мою статью, что купить на Ассид Стор. Первым делом для удобства давайте сделаем вот что. Находим нашего персонажика и делаем вот что. Мы переносим персонажа на сцену. Далее в левел менеджере мы выбираем отсюда персонажей, которые у нас есть на сцене. И во вкладочке персонажа, уже существующего на сцене, пишем единичку и добавляем вот этого розового сюда. Как бы с одной стороны ничего не изменилось, мы также будем играть этим персонажем, но нам будет удобнее сейчас с ним работать. Нам не придется постоянно его прятать, переключаться туда-сюда. В общем, все по красоте сделали. Теперь нам нужно научиться его драться. Теперь в поиски вводим комбо, выбираем префаб и просто перетаскиваем его вот сюда. Теперь сразу снимаем с него префаб, распаковываем и переименовываем так, как нам надо. Нажимаю W, чтобы включить вот этот режим перемещения и примерно подгоню его под персонажа. Потому что примерно здесь он как раз таки, этот объект и будет находиться. Эти рамочки, эти квадратики, это как раз таки зоны поражения каждого из ударов. У нас здесь три одинаковых, казалось бы, скрипта и четвертый скрипт Combo V-Open, который как раз будет все это дело соединять. Почти ничем они не будут отличаться, кроме как размерами этой зоны и параметром анимации. С этим мы сейчас совсем разберемся. Что касается анимации, давайте перейдем в аниматор. Не стоит на него горячая клавиша почему-то. Щелкаем на нашего розового и ищем здесь как раз вот эти вот параметры. У нас есть Retro Corgi Millie и есть как раз вот эти Retro Corgi Sword. Они-то нам и нужны. Я сюда уже подобавлял анимации, то есть обычная анимация атаки, вторая анимация атаки и третья у нас анимация броска, но я ее поставил как третья, просто чтобы было. Можно ограничиться и двумя, но с тремя как-то повеселее. Просто их отсюда вот сюда вот так перетаскиваем. Ноу проблем. А теперь смотрите, переходы, вот эти вот стрелочки, ведущие... Именно к ним, то есть вот они прям видны, вот эти вот стрелочки, ведущие к этим параметрам анимации. А содержат параметр Sword 1, Sword 2 и Sword 3. При том, что, кстати, обратный переход не содержит никаких более параметров. Просто запомните, Sword 1, Sword 2, Sword 3. Это можно переименовать вот здесь в параметрах. То есть мы можем вот здесь просто два раза нажать и ввести то, что нам нужно. Там, не знаю, Punch. Punch 1, допустим. Но как бы чтобы было меньше просто замаровчик, я оставлю так. А если вы измените Sword на Punch, вам просто нужно будет потом вводить именно вот эти вот слова, которые вы сюда ввели. Возвращаемся к персонажу, щелкаем на оружие. И давайте сразу перейдем к зоне поражения. Здесь мы можем настроить отступ и ее размер. В принципе, один на один это вполне нормальный размер. Поэтому первую мы можем не трогать. Единственное, мы можем еще поставить, чтобы это был круг, а не прямоугольник, не квадрат. Ну, пусть пока будет квадрат. А далее. Второй. У второго можно поставить точно такой же, но чтобы он был не так далеко. Но чуть-чуть подальше. И, наконец, третий. У нас что-то вроде получится кругового удара, что ли. Но здесь, в принципе, можно практически ничего не трогать, чтобы игрок мог еще и позади себя задевать врагов. Но если вам это не нужно, то просто двигайте его вот так вперед и все. А, в принципе, здесь больше ничего практически не нужно менять. Да как бы, собственно, и нечего. А единственное, что в параметры анимации заходим и смотрим. Здесь у нас SWORD 1. То есть это как раз вот эти вот. Вот они. Не угадал. Так, у нас, кажется, сбросился. Да, он у нас сбросился, потому что мы его пытались переименовать. Давайте мы его сюда вернем. Прям вот так вот хоба. Ну, если что, на будущее здесь в поиске можно просто вписывать названия, чтобы их долго не искать. И все. Возвращаем на место. Комбо-атак. И проверяйте, чтобы здесь у вас был SWORD 1. Здесь SWORD 2 во втором скрипте. И в третьем SWORD 3. Все, теоретически теперь все должно работать. Мы создаем новый префаб. Давайте просто его перетаскиваем вот сюда. Комбо-атак. Переходим на нашего персонажа. Ищем скрипт, отвечающий за оружием. Вот он у нас. И меняем наш SWORD 1 на комбо-атак. Потом мы позже сделаем, чтобы можно было переключаться. Чтобы персонаж мог и кидаться камнями, и просто бить руками. Но сейчас пока что сделаем вот так. Что ж, давайте запустим и посмотрим. Так, ошибочка. Ошибочка в мили-вейп. Ага. Забыл убрать этот компонент. Этот объектик, точнее. А теперь смотрим. Нажимаем на нашего персонажа. И смотрим, где у нас создалось оружие. Комбо-атак-клон. Так. Просто сейчас галочками включим, чтобы посмотреть, что все у нас отлично все работает. Да, все зоны именно там, где мы и предполагали. Поэтому отключаем их обратно. Они должны быть сейчас выключены. И насколько я помню, они включаются как раз таки в момент удара. Нажимаем. Вот. У нас все получилось комбо. Нажали один раз. Если мы подождали достаточное время, то анимация снова повторяется с самого начала. Вот. Но если же попадать в тайминги... Тык-тык. Тык-тык. Так. У нас, по-моему, косяк с анимацией. Либо он два раза бьет в анимации. Давайте к нему подойдем. Вот. Все. Мы до него уже достаем. Причем комбинации можем достать его чуть-чуть дальше. Отлично. Давайте сделаем ему небольшую отдачу. Чтобы при ударе вражеский персонаж немного отлетал. Это мы делаем в последнем самом компоненте. Убираем отсюда ноут-ноутбек. Ставим add force. И делаем это во всех. Причем, мне кажется, будет прикольно, если мы будем эту силу здесь увеличивать. Чтобы он с каждым ударом отлетал сильнее. Но с другой стороны, нам придется подвинуть зоны поражения. Иначе персонаж просто не будет в них попадать. Он будет вылетать из этих зон. И в итоге комбинация по нему полностью не попадет. На финальном ударе мы ему сделаем прям вообще мощный отскок. Давайте посмотрим. Тык. То есть, видите, он уже сильно отскакивает. Поэтому поставим поменьше. Давайте, например, 5. 5, 7. И тут оставим 20. Потому что когда его вообще не будет, это смотрится скучно. Не достает все равно. Тогда наоборот, здесь ставим 5. А здесь ставим... Где он? Я потерял. Вот. Здесь ставим 3. Так. Мы вбиваем его из нашей зоны. Поэтому давайте сделаем ее немного дальше. Мы ее просто подвинем. Где она, по-моему, у нас изначально и была. Вот так. Применяем. Прячем. Иначе будет ошибка вылезать. Ее вообще можно, в принципе, удалить. Просто пока мы тестим, удобнее, чтобы он находился здесь. Ох, как отскочил. Все. Мы его добили. Отлично. Причем эта зона добивает сразу всех персонажей, которые в него попадают. Довольно забавно это смотрится. Отличненько. Осталось теперь пошаманить с анимациями. С переходами конкретно. Ну нет, с переходами вроде все огонь. Ага. Так. В остальных вроде такое нету. Итак, как нам сделать все это дело пошустрее? Нужно что-то вроде тайминга. Но. Смотрите. Общая длительность, за которую мы можем скинуть комбо, это 0,5 секунды. То есть это такая задержка, через которую комбо сбрасывается. Мы переходим в основные настройки. И в задержке Time Between Uses просто ставим меньше. Чтобы удары были пошустрее. 0,12. Пусть 0,14. И пусть будет 0,25. Посмотрим. Вот. Теперь уже повеселее. Бесконтактный бой. Итак, ребятки. И вот у нас, собственно, и получилась комбинация. Мы научили нашего персонажа драться, да еще и пробивать двоечку. В общем, он у нас теперь опасный розовый чудик. И в следующем видео мы будем заниматься различными эффектами. Настроим звуки персонажу, его системы частиц. И вообще различные, так сказать, взаимодействия. Чтобы управление персонажем чувствовалось более живенько и сочно. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. И заглядывайте на мои стримы, которые теперь выходят немножко чаще, чем раньше. Ну а на этом у меня все. С вами, как всегда, был Арталаски. Пока.